Все больше и больше студии видят перспективу в создании игр для мобильных платформ, что существенно повысило их качество и разнообразие. В этот раз мы приготовили для вас список самых интересных бесплатных игр для iOS и Android, в которых упор сделан на санбокс и выживание. Last Day on Earth Изометрический онлайн-шутер с элементами выживания. В этой игре вы окажетесь на земле, которая превратилась в бескрайние пустоши после ядерного взрыва. Вашей задачей в этой игре будет выжить в компании союзников и построить себе базу. Управляйте группой выживших, расширяйте и укрепляйте свою базу, а также добывайте полезные ресурсы. Стройте свое поселение, используя для этого многочисленные предметы и приспособления. Усовершенствуйте свое оружие для защиты от врагов. Старайтесь выжить любой ценой и для этого нападайте на базы противников, захватывая их территории и ценные ресурсы. Играйте со своими друзьями и создавайте непобедимые альянсы. Приключенческая игра про выживание на необитаемом острове. В этой игре вы будете играть роль человека, который попал на необитаемый остров и пытается выжить на нем. Вашей главной задачей будет исследовать обширный остров, добывать себе пропитание и строить убежище, которое защитит вас от диких зверей. Занимайтесь охотой, строительством, добычей полезных предметов и улучшением своих навыков. Собирайте различные предметы, выброшенные на берег прибоем и сооружайте из них оружие. Попробуйте выжить на острове, применяя для этого все свои навыки. The Wolf Online RPG Simulator Предлагает геймерам сыграть за волка, осваивать локации открытого мира, охотиться на овец, нападать на оленей, становиться альфа-самцом и возглавлять стаю. Отправляйтесь вместе со своей стаей или же выживайте в одиночку. Вам предстоит сделать важный выбор и решить каким же образом вы будете существовать. Разработчики поразили игроков, когда сделали данную выживалку с поддержкой онлайна. Здесь вы встретите огромный открытый мир, который будет неблагосклонен к вам. На вас будут охотиться другие животные, а также постоянно будет мучать голод и жажда. Shadow of Kurgansk Игра-симулятор выживания с видом от первого лица. Геймеру отводится роль героя, который хочет покинуть место, обособленное от окружающего мира и населенное ордами свирепых монстров. В проекте прослеживается целый ряд идей, применяемых в Don't Stave, DayZ и конечно же Stalker. Например, игроку предстоит не только следить за сытостью, но и психическим состоянием своего персонажа. Игроку предоставляется система крафта оружия, улучшение характеристик героя, постройка убежищ, а также необычная графика. Into the Dead 2 Вторая часть постапокалиптического мобильного раннера, в котором игроки могут не просто бегать по миру, но и пройти полноценную сюжетную кампанию. Также игроки могут посетить огромное количество локаций, найти множество единиц оружия и новых спутников. Обладая большим арсеналом оружия и крафтингом, вы будете участвовать как в традиционном отстреле зомби на бегу и уклонением от них, так и в специальных миссиях, которые заставят вас управлять турелями и пулеметами. Также вас ожидают новые виды зомби, которых можно будет уничтожить лишь мощным оружием. Блок крафт Игра для творческих личностей, в которых необходимо возводить различные постройки, используя свою фантазию. Квадратная стратегия в известном стиле. Копировать всемирно известную песочницу на мобильные платформы стали все кому не лень. Однако стоит подблагодарить тех разработчиков, которые стараются привнести в игру нечто новое и разнообразить сухой крафт новыми фишками. В этой игре вы будете строить целые города. В вашем распоряжении будет целая куча готовых построек. Вы можете добавлять в город жителей, питомцев, ходить в гости к соседям и делиться своими результатами со всем миром. А для вас вещала команда Image Game. Сайон ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok